Приветствую вас! Свой вопрос вы задаёте так. Значит, как не впасть в депрессию и продолжаться до окончания сессии? Конечно, вопрос довольно-таки краток. Не может, что вы хотите попросить совет в подготовке к сессии. Знаете, если вы впадаете в депрессию от самого факта наличия сессии у вас, то объективно эта сессия причиняет вам какие-то негативные переживания. И эти негативные переживания, они вступают в противоречие с тем, что, например, дорого вам, что, например, ценно вам, что, например, важно вам и так далее. И здесь, конечно, очень мало информации, например, почему сессия обязательно должна вогнать вас в депрессию. Как вы справлялись с сессиями до этих пор? До того, как задали свой вопрос. Или это у вас первая сессия и вы чего-то боитесь? Далее, как происходит процесс подготовки к сессии? Почему для вас это именно депрессивная, депрессигенная ситуация? Что для вас в самом наличии сессии такого депрессивного, какой конфликт она, сессия я имею ввиду, образует с вами? Вот эти вопросы нужно разобраться, чтобы вы как-то имели представление о том, как не впасть в депрессию и продолжаться до окончания сессии. То есть проблема, она у вас несколько глубже, она связана с вашим отношением к учебе, она связана с тем, возможно, как вы позиционируетесь, например, своих однокурсников. Она связана, например, с тем, как у вас получается налаживать какие-то социальные контакты, какие-то личные, значит, связи. И именно по этой причине вам так тяжело. И получается, что с одной стороны, да, это организация учебного процесса, но с другой стороны, это и обязательная проработка вашего отношения к сессии и к учебе вообще. То есть если сессия, а сессия это сдача экзаменов, для вас являются проблемой, значит, для вас и учеба в некоторой степени тоже проблема. Если, например, вы будете, как вы говорите, держаться до окончания вот этой вот самой сессии, до ее окончания, то вашу проблему это не решит, потому что по факту сессия, да, она не вечна, она заканчивается, но она и повторяется. И, грубо говоря, если вы учитесь, скажем, в 5 лет, то у вас будет 10 сессий, и, соответственно, 10 раз вы будете испытывать подобные переживания, это вам будет очень тяжело. И самое главное, что, понимаете, поскольку именно сессия, сдача экзаменов, это некое такое очень ответственное мероприятие, то получается, как бы, что вы боитесь этого ответственного мероприятия, вы избегаете ответственности, вы неуверены в себе, и получается, что с этой неуверенностью в себе нужно работать. Я полагаю, что придерживаться до окончания сессии, вам поможет правильная организация учебного процесса сейчас, на данный момент. И понимание того, что вам совершенно не обязательно знать все, что нужно по предмету, но необходимо знать самое основное, фундаментальное, чтобы было, о чем поговорить с экзаменатором. И если экзаменатор попадется грамотный, хороший, он вас никогда не завалит, если увидит, что вы там, ну, действительно что-то знаете, и действительно старались что-то делать. Если экзаменатор попадется не слишком хороший, то он вас завалит, даже если вы будете знать все. Ну, тут простая истина, что если люди хотят вас завалить, а не завалят, если люди увидят, что вы стараетесь, они обязательно вам помогут, обязательно дадут вам шанс показать себя, свои знания. Вот, это простая истина, я надеюсь, помогут вам реализовать вашу, ну, реализовать в лучшую сторону вашу проблему. Но, поймите, вы здесь говорите о депрессии, депрессия это сильное, серьезное заболевание человека, психическое заболевание. И нельзя говорить о депрессии, так как это делает силу, вы не можете впасть в депрессию. У вас может быть депрессивное состояние, да, но это конфликт. Это некие негативные установки. Чтобы не впасть в депрессию, нельзя с этими негативными установками работать. И нужно разбираться, что это, собственно, стало причиной того, что у вас появилась сама вероятность впасть в депрессивное состояние. Дело в том, что сессия и учеба не так страшны. В конце концов, экзамены можно всегда пересдать. В конце концов, на обучение всегда можно перепоступить. Важно это, важно ваше отношение к этому. И важно то, что, например, в работе, если и когда вы будете работать, ваше отношение и вот линия поведения, которую вы обозначили сегодня, повторятся. И вот на работе это уже будет куда более серьезно для вас, куда более ощутимее для вас, куда более негативно. И вот чтобы на ваш карьерный рост, на вашу профессиональную реализацию это не влияло, с этим нужно разбираться. Я надеюсь, что вы обязательно будете это делать, выбрав эксперта на нашем ресурсе и начав с ним работу над собой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!